Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Подтверждена наша заявка, принята министерством, софинансирование краевое нам будет выделено. Школу на новых автобусах парк техники обновят благодаря участию в краевой программе. Что на сегодняшний день на нашей территории происходит, на территории России, это никогда не было. На финишной прямой. Анапа полностью готова к началу чемпионата мира по футболу. Вейлин факт, что на муниципальной территории в свое время был установлен объект коммерческого назначения. Подлежит ликвидации. Владельцы незаконно построены столовые. Монконтроль обязал снести нелегальный объект. В ближайшее время на Пионерском проспекте заработает новый стационарный опорный пункт полиции. Решение о строительстве принял глава города-курорта. Кроме того, Юрий Поляков заявил, что муниципалитет поможет с новым помещением в селе Витязева. Руководитель отдела МВД отчитался о работе отдела перед депутатами городского совета. По статистике, краж стало меньше. Также есть серьезные подвижки в решении ряда проблемных для всего побережья вопросов. Андрей Терехин заверил, порядок на территории курорта будет обеспечен. В ближайшее время откроется новый стационарный опорный пункт охраны правопорядка на Пионерском проспекте. Его оборудовали на муниципальные деньги. По словам начальника Анапского отдела полиции Андрея Терехина, таким образом ликвидировано, если не брешь, то одно из узких мест. Мы быстро построили благодаря нашим добрымствам. Мы решили заработать, мы построили, согласен Илья Терехина. Этот вопрос на протяжении семи лет, когда я возглавляю отдел, он оставался открытым. Мы каждый год в успешном порядке искали, где разместить сотрудников полиции, где будут находиться определенные силы. В этом пункте уже современно устроены работы. Там есть камеры для административно задержанных временные. В администрации считают обеспечение безопасности жителей и гостей одной из первоочередных задач. Впереди в прямом смысле жаркая неделя, да и лето, когда разгар курортного сезона совпадает с проведением в России мирового первенства по футболу. В рамках подготовки к чемпионату мира нам, городу курорт Анапы, очень сильно повезло, потому что у нас есть две тренировочные площадки, и мы принимаем общее участие в чемпионате мира по футболу. Я знаю, что многие силы будут отвлечены как на Сочи, так и на тренировочные площадки. Не повлияет это на безопасность граждан, отдыхающих, которые будут находиться на территории здесь города. В полиции пояснили, что задачи разделены. К сотрудникам, которые прикомандированы, чтобы обеспечивать безопасность на период курортного сезона, дополнительно приехали еще около ста человек. Я думаю, что имеющимися силами с использованием сотрудников отдела мы сумеем обеспечить безопасность и проживание тренировок безопасно, и в том числе курортного сезона. В минувшем году полицейские составили 400 протоколов за так называемый джипинг. 161 автомобиль отправили на штрафную стоянку, а два и вовсе снялись с регистрации. За сезон составили более 70 протоколов по факту нарушений, связанных с водными аттракционами и прокатом квадроциклов. Мы подготовили заранее места для постановки на штрафстоянке. Я хочу сказать, что если мы возьмем все полностью в побережье, и результаты работы, мы ровно в три раза эти преступления вывели и поставили на штрафстоянку больше. По словам Андрея Терехина, 10 уголовных дел по факту организации горного бизнеса вне отведенных зон также результат сопоставимый с общим по всему остальному побережью. Тема борьбы с нелегальным алкоголем на контроле у муниципальных властей. Каждый день минувшего года полицейские выписывали по три административных протокола в помощь в системе безопасных городов. Общее число зарегистрированных преступлений больше на 4%. В то же время в среднем на четверть снизилось число квартирных краж и автоугонов. Глава курорта Юрий Поляков дал понять, что у муниципалитета и полиции во многом общая задача. Сегодня один из приоритетов выделить полицейским новое помещение в селе Витязева. Мы все в работе будем заниматься. Думаю, что мы с вами это реализуем очень быстро. Думаю, пункт полиции мы в Витязево построим, сделаем. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-регион. В бюджет города-курорта поступили средства по государственной программе «Комфортная городская среда», а также деньги на благоустройство для победителей краевого конкурса на лучший орган территориального общественного самоуправления. Соответствующие изменения в бюджет приняли депутаты муниципального совета. На создание «Комфортной городской среды» в бюджет поступило 62,5 миллиона рублей. Еще один миллион получит свое распоряжение ТОСы. Почти 29 миллионов предусмотрено на прокладку коммуникаций к участкам для предоставления многодетным семьям. Также до конца года в городе-курорте появится 8 новых школьных автобусов. Об этом сообщили на сессии Совета города-курорта. 7 из них по краевой программе. Еще один приобретут при содействии председателя ЗАГС Собрания Кубани Юрия Бурлачко. Вчера подтверждена наша заявка, принята министерством софинансирования краевого, и нам будет выделено в этом году на приобретение семи автобусов. Юрий Александрович, Бурлачко еще автобус один дарит на 2,5 миллиона. Обещаю. Продолжаются ежедневные рейдовые мероприятия по выявлению фактов несанкционированной торговли. По результатам вчерашнего рейда в проезде Тополином составлено 13 протоколов на собственников торговых объектов. Из мини-маркета вывезено 154 литра пива. Сегодня расстаться с товаром пришлось и владельцам торговых точек на реке Анапка. С рейдовой группой вновь выехал заместитель главы Анапы Эдуард Балмышев. Вино, чачи, пиво и все это без опознавательных знаков и, конечно, в нарушении закона. В нестационарных объектах торговать спиртным нельзя, тем более суррогатом. Сегодня в данных торговых объектах установлен факт нарушения, то есть реализация алкоголя без лицензии. Соответственно, сотрудниками полиции продукция будет изъята и составлены протоколы по статьям КОАП. Сотрудники полиции актируют все происходящее. Сегодня из этих торговых точек вывезли 357 литров левого алкоголя. Более того, после выезда рейдовой группы приставы опечатали конструкции. Работать в наступившем сезоне они не должны. На высоком берегу ликвидирована летняя столовая, которая располагалась на участке муниципальной земли перед одним из частных домовладений. В ближайшее время территория будет приведена в соответствии с действующими нормами и правилами, а также генеральным планом. Владелец участка добровольно выполняет решения межведомственной комиссии. Идет демонтаж плитки. Уже в ближайшие дни на этом месте вновь появится газон. Не исключено, что для виноградной лозы, которая выросла на несколько лет, предусмотрят специальную легкую конструкцию. Элементы ландшафтного дизайна допустимы, но вести торговлю, оказывать услуги и вести иную коммерческую деятельность здесь запрещено. Плитка останется только на тротуаре шириной около метра или чуть более, а также на проезде для автомобилей шириной порядка двух с половиной метров. Управление муниципального контроля, администрация муниципального образования города-курорт Анапа выявлен факт, что на муниципальной территории в свое время был установлен объект коммерческого назначения. То есть здесь была столовая. Значит, по решению межведомственной комиссии администрации муниципального образования, значит, принято решение о демонтаже данного коммерческого объекта. Сегодня идет демонтаж плитки тротуарной, на месте которой будет, согласно генплана города-курорт Анапа, будет восстановление газонной части. Анапа полностью готова к началу чемпионата мира по футболу. Об этом заявили на расширенном заседании Общественного совета по физической культуре и спорту, который прошел в городской администрации. В нем приняли участие руководители спортивных школ и представители средств массовой информации. Организаторы рассказали о ходе подготовки к чемпионату, готовности спортивных объектов и графике тренировок и игр датской команды, которая будет базироваться в Анапе. Сегодня можно с уверенностью сказать, все пройдет на самом высоком уровне. Что на сегодняшний день на нашей территории происходит, на территории России, это никогда не было. Как не при проблеме от Советского Союза, так и во времена России. Я думаю, при моей жизни, наверное, второго я уже такого больше не увижу. И что относится именно к футболу, к чемпионату мира. Поэтому, конечно, спасибо руководству страны, что нам подарили такую возможность, что мы можем в этом участвовать. Работа по подготовке к чемпионату мира велась более четырех лет. Изначально планировалось построить одну спортивную площадку. Но в результате сложных переговоров было принято решение построить два спортивных поля. Одно основное, другое резервное. Строительство велось за счет средств из федерального бюджета. Всего было потрачено порядка 328 миллионов рублей. На сегодняшний момент у нас действительно заявилась одна команда, датчане. Они признали нашу площадку одной из лучших. Но, поверьте мне, это я вот не выдумываю и не говорю. У нас есть координатор ПИФА, организационного комитета, который не мне подчиняется, не краю, который, в общем-то, следит за процессами, которые происходят здесь по строительству стадиона, по его готовности. На сегодняшний момент спортивная база, которая расположена в селе Витязева, полностью готова к приему иностранных гостей. Дания уже завезла на базу спортивное оборудование, которое необходимо для тренировок. Сама команда приезжает в начале следующей недели. У датчан будет три игры. 16 июня они встречаются в Саранске с командой Перу. 21-го состоится игра с Австралией. 26 июня – знаковая встреча с французами в московских Лужниках. После окончания соревнований стадионы и вся сопутствующая инфраструктура перейдут в пользование города, а точнее спортивным школам Анапы. Руслан Душевский, Анапа. Регион. Всероссийский центр «Смена» принимает почетных гостей. Представители Министерства образования и Министерства обороны провели расширенное совещание и договорились о сотрудничестве. Подробнее в репортаже наших коллег. 5 июня Всероссийский детский центр «Смена» с рабочим визитом посетили заместитель министра образования и науки Российской Федерации Потехина Ирина Петровна, директор департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Миноборнауки России Михеев Игорь Анатольевич. И заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии запаса Панков Николай Александрович. И начальник главного управления по работе с личным составом вооруженных сил Российской Федерации полковник Барышев Михаил Николаевич. А также начальник аппарата главного штаба юноармии, заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка Слесаренко Елена Владимировна. Гости побывали на показательных выступлениях 7-й гвардейской десантно-штурмовой краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии. На аллее российской славы, фестивале ГТО и фестивале русских игр, где состязались мальчишки и девчонки, участники тематических смен. Особый интерес вызвала экскурсия в уникальный профориентационный центр в смене «Парк будущего», где были представлены основные направления работы. Совместно с сменой мы провели профильную смену ЮНТЕХ буквально недавно, в конце апреля месяца. 200 юноармейцев учились конструировать, управлять беспилотными летательными аппаратами, управлять роботами, работали в химических лабораториях, разбирали, собирали двигатели автомобилей, ну и, короче, использовали возможности «Парк будущего» по полной. Конечно, мне хочется, чтобы таких смен было как можно больше. И наши совместные усилия, и Министерство образования, и смены, и юноармии, и Министерство обороны давало возможность ребятам найти себя, реализовать свои какие-то желания, стать профессионалами своего дела, ну и обязательно патриотами, любить Родину. В этот же день прошло рабочее совещание об организации и проведении смен патриотической направленности Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством обороны Российской Федерации во Всероссийском детском центре смена. Смена становится той площадкой перспективной, очень важной, на которой у ребят будет возможность вот в «Парке будущего» пойти и попробовать самые разные профессии. Я очень хорошо помню себя. Мне хотелось каждый месяц чего-то нового. И ты не понимаешь, тебе хочется, потому что ты себе так придумал, или тебе действительно нужна вот именно вот эта конкретная профессия. Если у тебя есть возможность пройти по разным павильонам, попробовать робототехнику, попробовать, не знаю, аддитивные технологии, попробовать интернет вещей, ты сам потом можешь решить, чем ты хочешь заниматься. И это абсолютно новое качество, которое появилось у смены, и это то, зачем будущее. В Пушкинский день России в Анапской детской художественной школе открылась выставка члена Творческого союза художников России и Международной федерации художников Юрия Ковальчука, посвященной жизни и творчеству Александра Пушкина. Поздравить живописца с открытием выставки пришли творческие люди Анапы – поэты, художники, журналисты, музейные сотрудники и просто ценители прекрасного. На выставке представлены афорты, графика, малые деревянные скульптуры. Это очень грамотный художник, таких осталось очень мало, не побоюсь этого слова, наш анапский классик. На этой выставке я вижу восхищение великим русским поэтам, оно везде прочитывается. Юра вообще, так сказать, чтит и боготворит Александра Сергеевича Пушкина, и периодически на всем периоде своей жизни он периодически возвращается к образу Александра Сергеевича. Каждая работа показывает разного Пушкина, сочиняющего строки с гусиным пером в руках, танцующего с очаровательной красавицей и даже вышагивающего на ходулях по дождливому Петербургу. Неординарный авторский взгляд на творческое наследие Александра Сергеевича нашел самый живой отзвук в сердцах посетителей. Выставка будет работать в течение ближайших двух недель по адресу Анапу, улица Крымская, 179, вход свободный. Далее информация о партнерах программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски и новости вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова